Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Что хотел сказать автор» с вами Таня Жакова. Мой канал посвящен сторителлингу. Здесь обычно мы разбираем скрытые смыслы сериалов, фильмов, в общем, понимаем, что хотел сказать автор в том или ином случае. Но сегодня у нас будет совершенно особое, немного другое видео, поскольку мы разберем не новый сериал или фильм, не какой-то троп, то есть набор характеристик того или иного явления, а сторителлинг блогера, сторителлинг блогера Александры Беляковой. Вы, наверное, спросите, почему вдруг на канале про фильмы, про сериалы я решила поговорить про блогеров? Неужели я решила переклассифицироваться? На самом деле все очень просто. Мой канал изначально это не просто киноканал, он же называется не про кино, да, он называется «Что хотел сказать автор?». Я хочу разбирать не только кино и сериалы, не только явления из современной поп-культуры, этим я тоже занимаюсь, но и то, как то, что постят блогеры, влияет на нас, то есть то, что они хотят сказать, теми это послания, которые переносят они. И буквально пару слов еще немножечко об этом. Мне кажется, что это очень важно, потому что, во-первых, благосфера, особенно в России, это сейчас очень большая часть культуры. Она очень сильно на нас влияет подсознательно, потому что если в фильмах мы еще можем определить, что да нет, это же Марвел, да нет, это же Ромком, это же нереально, так не может быть на свете, то блогеры, они скорее ближе не к фильмам, да, не к кино, а к реалити-шоу. И нам кажется, что все действительно так и есть. Хотя блогеры используют, пусть и неосознанно, все те же приемы из сторителлинга, что используется в фильмах, все те же тропы и сценарные фишечки. И сразу оговорюсь, я не буду никого разоблачать, я посмотрела огромное количество разоблачений на ютубе, и мне это не нравится, я никого не хочу осуждать, никого не хочу судить. Я лишь хочу обратить ваше внимание на те сценарные фишки, на те элементы сторителлинга, что мы можем увидеть в маркетинговой стратегии, в сторителлинге того или иного персонажа. И сегодня это будет Александра Белякова, Саша Билейр. Ну и, конечно же, тут не обойдется без ее партнера, без ее молодого человека Сергея Косенко. Мне кажется, что это очень важный элемент в ее истории. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на мой канал, здесь очень много интересного контента. На своем курсе по сторителлингу я обычно говорю, вот когда вы рассказываете о себе, представьте, что вы пишете книгу, представьте, что вы героиня своей книги. А здесь давайте представим, что мы следим за Александрой Беляковой, Сашей Билейр и Сергеем Косенко не в инстаграме, а смотрим про них фильмы, попробуем разобрать их историю с этой точки зрения. Итак, предположим, что героиня нашего фильма, главная героиня, это Саша Билейр. Что есть в любом фильме? По каким критериям его можно разобрать и ее, соответственно, можно разобрать? Здесь обязательно есть герой, время, в котором он существует, место, в котором он существует, какие-то его фишечки, персонажи, вокруг которых он существует, и, собственно, тропы, которые он олицетворяет. Что такое троп? Троп это набор характеристик, который помогает нам узнать то или иное явление или того или иного персонажа в разных кино. Например, тупая блондинка, большое, зло, крутая машина, классный дом и так далее. У меня есть отдельное видео на эту тему. Так вот, наконец-то мы подходим к главному. У нас есть блогер, девушка Саша Билейр. Она живет в Лос-Анджелесе, продает свои медитации и хочет стать певицей. Уже начала к этому путь. Какой это герой? Положительный или отрицательный? Я думаю, определенно положительный, это определенно не антигерой. Есть много разных понятий старjego, герои это на кого хочется быть похожим, а антигерой это на кого не хочется. Например, Гарри Поттер это герой, а Онегин это антигерой, да, на него не хочется быть похожим. Или там Уолтер Вайт во всех тяжких, это антигерой. Но чтобы вы не думали, что антигерой это только аморальные учители химии, вот еще примеры вполне миловидных антигероин. Вот Саша определенно не антигерой, она хорошая девочка, которая хочет быть ролевой моделью, хочет быть примером для таких же девочек, которые проходят её курсы, которые покупают её медитации. Какие тропы она олицетворяет? Если бы она была героиней кино, мы опять же представляем, что она героиней кино, на кого бы она была похожа из героини кино? Я выделила три тропа, которые, я считаю, ей подходят. Ну, конечно, это никакая не тупая блондинка, не роковая блондинка, нет, тут совсем всё мимо. В первую очередь, на мой взгляд, это троп фэшониста. Фэшониста — это такой персонаж в кино и сериалах, который следит за модой, постоянно надевает бренды, появляется на красных дорожках, по возможности, конечно же. И примерами этого тропа служат Блэр Уолдорф, Сирена Вандервудс на сплетнице, такая же самая знаменитая, наверное, Кэри Брэдшоу, которая потратила столько денег на туфли, что придётся ей жить в своих туфлях. И вот Саша тоже такая же фэшониста, у неё постоянно бренды, постоянно красные дорожки, в общем, очень много характеристик именно этого персонажа. Дальше, конечно же, она Granola Girl, Granola Girl, название произошло, как вы понимаете, от гранолы, это типа такие мюсли, и обозначает оно девушек хиппи, девушек близких с природой, медитирующих, да, понимаете, куда я клоню, которые много времени проводят в осознанности, то есть, наверное, есть блогеров, кстати, самый яркий такой пример — это Марго Савчук. Вот Саша тоже такая Granola Girl, пример в кинематографе — это Дженни из Фореста Гампа, и, в принципе, все хиппи, но, наверное, самые близкие, может быть, смотрели фильм «Достать ножи», вот там в первой части есть достаточно молодая ещё женщина, ну как молодая, там лет 45, у которой свой бизнес в Инстаграме, и она, он беленькая такая, не помню, как её зовут, вот она Granola Girl тоже. То есть, если вы думаете, как в образе Александра сочетается любовь к брендам, красным дорожкам, желание петь, да, вот это вот модное самовыражение, запуск косметики и медитации, то вот так, это часть фэшенисты и часть Granola Girl. Здесь ещё и третий троп, который она олицетворяет, это троп Cool Girl, классная девчонка, такая, знаете, не рубаха-парень, как там бойни, девочковая девочка, которая ходит вся в розовом, нет, это такая красивая девушка, типа мужская мечта, которая пьёт пиво и не толстеет, которая всегда может поддержать разговор, и, соответственно, вот, мне кажется, Саша тоже такая. Пример такой девушки в кинематографе, это главная героиня в Трансформерах, Наташа Романов, на самом деле, из Мстителей, и ещё вот здесь вот, закину вам ещё примеры таких героинь. И тогда, если мы рассматриваем её с точки зрения этих трёх тропов, всё складывается. То есть, например, даже внешность, если мы разберём, да, распахнутые глаза, они от Granola Girl, а сделанные в виде мана, как я понимаю, губы, это вот уже часть фэшенисты. Естественно, я не говорю о том, что она садится и говорит, ага, вот сегодня я буду фэшенистой, а завтра я буду Granola Girl, а вообще я на самом деле Cool Girl. Нет, это всё происходит достаточно неосознанно, бессознательно, подсознательно, из-за того, что мы очень много смотрим кино, что мы очень много проводим времени в современной культуре, и мы это всё впитываем и транслируем. Блогеры тоже люди, они тоже, конечно же, это делают. Итак, есть время, в котором существует Александра, как, есть такое понятие в сторительге, да, путь героя. Хорошо, когда путь героя хорошо видно. Вот у неё есть путь героя до Лос-Анджелеса, в котором она сейчас живёт, это уже локация, и есть путь героя после. Путь героя до мы знаем о том, что, насколько я помню, как она прошла от совершенно простой девочки, по-моему, из Самары, не помню, напишите, если знаете, до нынешнего момента, да, как она там переживала, себя не нравилось, уехала на Бали, села в медитации, медитации ей помогли, она придумала всех научить медитации, вернулась, и теперь у неё всё хорошо. И есть тот путь героя, который она сейчас проходит, когда она, живя в Лос-Анджелесе, являясь уже матерью, женой, по сути, она пытается запустить по-новому свои медитации, стать певицей и сделать запуск бренда косметики. И в этом есть определённый конфликт её пути героя, а мы знаем, что любая история невозможна без конфликта. Почему интересно смотреть того или иного блогера? Потому что у него есть конфликт. Почему интересно смотреть тот или иной фильм? Потому что есть там конфликт. Если бы Гарри Поттер не сражался с Волан-де-Мортом, вам было бы неинтересно смотреть все 7 частей, если бы не было Таноса, Мстителей, не было бы такого большого рейтинга, такого большого отклика. И в каждом фильме, как правило, есть еще другие конфликты, с которыми сражается герой. Вот тут то же самое. То есть, насколько я поняла, например, сейчас приложение не одабривает App Store. Это конфликт-конфликт, интересно смотреть. Станет ли она крутой певицей, соберет ли стадион, или ни в чем не получится, как думают многие завистники. Конфликт-конфликт, интересно смотреть. Но на самом деле, мне кажется, главный конфликт в другом. Почему ее интересно смотреть, это я приберегу немножечко попозже. У любого героя есть локация, в которой он существует. Это может быть Алабама, как в Форресте Гампи, Атланта, как в Ходячих мертвецах, или Магический мир, Хогвартс, как в том же Гарри Поттере. Ну, или Голливуд, как у Квентина Тарантино в Однажды в Голливуде. Так вот, локация здесь совершенно потрясающая. Это огромный дом в США, насколько я понимаю, в Лос-Анджелесе, с красивым видом. И, понятное дело, что он тоже является отдельным героем в ее истории, некий такой Big Fancy House, этот бассейн, которому можно выйти и показать, как все вокруг красиво. Как это работает, конечно, это относится к тропу фэшиониста, хотя это отдельный троп Big Fancy House. Я скоро про него тоже выложу обзор, или, наверное, уже выложила, неважно. В общем, как это работает, естественно, мы все понимаем, что она транслирует красивую жизнь, другие люди это видят и хотят этому подражать, хотят к этому приблизиться. Совершенно понятно, это не нужно объяснять. Александр и Сергей производят впечатление сказочно, просто неприлично богатых людей, как будто бы им вообще все равно на деньги они могут купить абсолютно все. И, на самом деле, нам нравится на это смотреть не только потому, что мы любим следить за красивой жизнью, а еще и потому, что это, опять же, троп Фикшн 500 называется. Он пришел из кино и сериалов, мы его видим, когда герои сказочно богаты, например, в семейке Адамс или Тони Старк, тот же, в Марвел. Согласитесь, складывается впечатление, что он может купить буквально все. Также, например, сериала Castle, главный герой вообще не парился по поводу денег, хотя был писателем и был сказочно богат. Или Серкан Балат из Постучись в мою дверь тоже. Кажется, что деньги для него совсем не проблема, и он купит все, что нужно главной героине. И, кстати, на Постучись в мою дверь Белякова и Косенко тоже делали отсылку, когда показывали, что якобы подписали брачный договор. Это очень интересный прием, когда ты берешь какой-то сюжетный ход из того или иного сериала и делаешь к нему отсылку. Тем самым ты как бы добавляешь себя к репутации этого сериала и вызываешь у зрителей нужные ассоциации. Ну и всегда интересно и приятно следить за красивой жизнью, за тем, как люди живут в таком big fancy house, в большом красивом доме. Потому что хочется верить, что вот такое сказочное богатство, оно где-то есть, его вполне можно достичь. Хоть ты его и видишь только в кино или в инстаграме, но тем не менее хочется верить, что ты тоже сможешь без проблем оплатить билеты везде, где надо. Иметь повара, няню и всех, кого тебе нужно для беззаботной, счастливой жизни и творческой самореализации. Но еще в любой истории герой не может существовать обособленно, если это не какая-то прям вообще супер странная история, ботал муви про ботал героя. Поэтому обязательно в истории есть другие персонажи. Каких персонажей мы видим в истории Александры? Конечно, мы видим много блогеров, с которыми она взаимодействует, например, та же Саша Митрошина. На самом деле я могу больше смотреть Сашу Митрошину, но разобрать ее, ну, разберу обязательно, но это было бы не так пока что интересно. Меня больше трагерит Александра, поэтому мне больше захотелось про нее рассказать. Так вот, получается, у нее там Саша Митрошина, Миша Тимочка и так далее, то есть блогеры-лидеры своей сферы, которых она показывает. Также в ее истории очень сильно фигурируют ее ученики, тоже как персонажи ее истории, которых ей необходимо показывать. И те, и те служат показателем ее экспертности. Если блогеры-это то окружение, с которым она общается, то ученики-это те, кому она транслирует свой опыт и на кого, как она считает, да, хочет быть похожа ее аудитория. Я заметил, то есть, например, она не транслирует свою команду, потому что она не считает, что это необходимо для ее истории. И действительно, в ее истории команда, наверное, не сильно нужна. Конечно же, очень много в ее истории сейчас Сергея Косенко, потому что они встречаются, снимаются вместе, она родила от него ребенка. И это на самом деле, с точки зрения сторителлинга, очень сильный ход, потому что это как будто бы, вот если мы представляем, да, что это не блогеры, а фильмы, как будто бы произошел кроссовер двух фильмов, да, как будто бы Гарри Поттер встретился с Фродо. Ну, конечно, не на таком уровне, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А, кроссовер-то как раз Мстители. То есть, вот есть отдельный Железный Человек, есть отдельный Тор, есть отдельная Тамала и Ведьм, потом бац, и они все в одном фильме, согласитесь, это интереснее смотреть. Конечно, это интереснее смотреть. Поэтому, когда вводится такой яркий, сильный персонаж на постоянку в твоей истории, как Сергей Косенко, конечно же, он тебя усиливает, и вы усиливаете друг друга, и смотреть вашу историю становится более интересным. Тем более, всегда интересно смотреть за взаимодействием других людей. Еще у Александры есть определенные фишечки ее героя, так называемые атрибуты личного бренда, то есть, это машина, дорогая, там, красивая одежда, это концертные залы, которые она собирает, та же самая ракушка, которая сейчас стоит, в которой она медитирует, это все атрибуты личного бренда или фишечки героя из истории. То, смотря на что, мы понимаем, что ага, вот это про нее, ага, вот это про нее. Так вот, как только вводится Сергей Косенко, у Александры в истории появляется новый, совершенно интересный конфликт, за которым еще более интересно наблюдать, потому что конфликты вообще они бывают же разного типа, да, бывает конфликт человека с природой, бывает конфликт человека с обществом, бывает конфликт человека вообще с самим собой. Но, конечно же, девушкам интереснее всего наблюдать за любовными конфликтами, сами подумайте, насколько вам интересно смотреть фильм, если в нем нет любовной линии, мне не интересно. Я, как правило, фильмы без любовной линии, к сожалению, не досматриваю. Ну вот, заметила за собой такую особенность, и совершенно ее не стыжусь, я вот такой романтичный человек. Так вот, когда вводится Сергей Косенко, появляется любовный конфликт у них, причем они сами-то могут не конфликтовать, но этот конфликт виден со стороны. Хотя, кстати, возможно, что на самом деле этого конфликта нет, и его просто видим мы. Это вот, кстати, меня вообще всегда поражает в подобного рода разборах и в разоблачениях, потому что там постоянно говорят, что типа, Сергей подарил Александре много цветов, как они вообще так могут, это же такой интимный момент, это все делается на показуху, у них, наверное, ничего святого не осталось, ей, наверное, тяжело от того, что все, что он ей дарит, он снимает. Но всегда в этот момент хочет сказать, ну с чего вы взяли, что он не дарит что-то, что он не снимает. Возможно, у людей есть чувства, и они сохраняют свое себе, а показывают только то, что они хотят, чтобы вы увидели. Но, тем не менее, это выглядит так, что в ее истории появляется новый конфликт, потому что Сергей Косенко сам по себе очень конфликтный человек, очень конфликтный персонаж, потому что он себя позиционирует, ну это мое, естественно, мое личное мнение, потому что он себя позиционирует как некая мессия, как некая ролевая модель, по сути, как себя позиционирует Саша, да, он тоже хочет быть примером. Но на деле я бы его охарактеризовала как раз как антигероя, героя, на которого никто не хочет быть похожим, потому что, ну, видна фальшь, потому что, то есть за ним интересно понаблюдать, как за, ну, каким-то, не знаю, но похожим на него быть не хочется. Но вот если вас спросили, на кого из блогеров, которых вы смотрите, вы хотите быть похожи, ну неужели вы бы назвали Сергея Косенко? Я думаю, что нет. Однако он себя преподносит именно так. И главный конфликт в истории Саши сейчас, к сожалению или к счастью, я не знаю, но это, наверное, то, почему я ее смотрю, наверное, то, почему многие люди ее смотрят, это не то, соберет ли она зал в Дубае, не то, запустит ли она платные медитации, это не так интересно, а то, что еще выкинет Косенко и останутся ли они вместе, потому что он там то кидает ребенка в снег, то попадает на какой-то скам в Саудовской Аравии. И почему этот конфликт возникает? Потому что мы видим нехорошие отсылки в их взаимодействии. Опять же, может быть, они этого не видят, может быть, они это так показывают. Не стоит забывать, что блогер это не человек, то есть есть отдельный образ, а есть отдельно человек. Это как будто бы актер и роль, которую он играет, то же самое, что в фильмах. Такие люди, достаточно проработанные, осознанные, много зарабатывающие, как, например, та же Александра, они, как правило, даже разобщают себя не только со своим образом, а в том числе со своим телом, со своими мыслями. Есть же, я это не мои мысли, я это не мое тело, я больше, чем это. Естественно, я это не мой Инстаграм-образ. Все, кто достигали чего-то в Инстаграм, сталкивались с большим количеством проекций, которые люди на тебя навешивают, это прекрасно понимают. Даже не на таком большом уровне, а на таком большом уровне, тем более. Ну так и вот, и, к сожалению, Сергей и Александр делают очень много некрасивых отсылок, ну, наверное, Сергей больше делает, в их отношениях, ну, как бы скрытых смыслов. Ну, то есть, например, Сергей может записать видео о том, что почему не работают тренинги, ретриты и медитации, после чего говорит, ой, пришла Саша, и пришлось удалить слово медитации. Это вроде бы смешно, это вроде бы ирония, черный юмор, это тоже тропы такие, в стори-тейлинге есть. Но мы же понимаем, что это значит, что он не верит в то, что она делает. Ну, то есть, что хотел сказать автор? Автор хотел сказать, что он не верит в медитации. Но ты живешь с человеком, который всю свою жизнь строит на медитациях. Ну, 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 как, как так? Вот, или там, например, у них есть ролики, которые достаточно ее унижают, где она сидит, по-моему, читает книжку, я не помню, но, в общем, он берет сливки и начинает ей на грудь их делать. Ну, понятно, да, с чем эта ассоциация, это очень пошлая ассоциация, я не могу ее озвучивать на ютубе. Мне бы не хотело, чтобы мой мужчина так для меня сделал. Напишите в комментариях, считаете ли вы это нормальным. Я не считаю. Для меня это унижение, ну, в смысле, нет, внутри пары, конечно, это все нормально, но чтобы это выложили в публичный доступ, нет, ну, мне бы не хотелось. Ну, вот для Александра это нормально. Что хотел сказать автор, да, что он выше нее, что он может вот так вот поступить со своей, вроде бы, умной, красивой женщиной. Вот это вот все, да, машины, деньги, тачки, вот у меня еще жена, я вот ей еще сливками сделаю. Или если вы видели скрины их переписок, которые они периодически выкладывают, он ее в личных переписках и даже в своем подкасте называет и представляет, как, не знаю, можно ли произносить эти слова на ютубе, но, так скажем, филейной частью фигуры. И вот опять же, если в отношениях двоих, в принципе, любое может быть нормальным, что нравится обоим, то выносить это в публичное поле, ну, согласитесь, как-то неловко и как-то звучит неуважительно. Хотя надо принять во внимание, что почти все, о чем я сейчас говорю, я не могу найти, чтобы проиллюстрировать свои слова только там у каких-то блогеров-разоблачителей. Что, в общем-то, намекает нам, что Саша начинает тоже считывать, догадываться и понимать, как это влияет на ее личный бренд, на ее образ правильной девочки такой неземной. Конфликт есть всегда. Конфликт есть в любой истории. Мы можем подумать с вами, какие конфликты есть у других блогеров, для примера, для сравнения. Например, у той же Митрошины, конфликт, выплатит ли она сейчас налоги. И немножечко, как долго она будет одна и насколько ей комфортно с этим. Да, у той же Нелли Армании, например, это конфликт, как она настолько неземная может сочетать в себе еще и бизнес-леди и работу, насколько ее хватит, получится ли у нее. Когда рождается ребенок, это всегда интересный конфликт, потому что Миша и Тимочкин недавно родился ребенок, и определенный есть конфликт. А как у них будут дальше отношения с прекрасной, абсолютно красивой, очень Амалией. Получится ли у него совмещать бизнес, опять же, и ребенка, каким он будет отцом. У Лерчика сильный конфликт. А как пройдет развод, действительно ли они разводятся. Ну и пару слов скажу про медитации, не только же про Сергея Косенко. Александра очень много постит роликов и видео, где она медитирует. И это тоже определенный троп. Тропа как такового в медитации нет, но есть троп в сторителлинге Lotus Position, то есть она сидит в позе лотоса. Тем самым она показывает, что она медитирует. Я, скажу честно, я не медитирую вот в таком понимании, когда ты сидишь в позе лотоса или в какой-либо еще позе и медитируешь. Я очень долго занималась аштанга-йогой. Аштанга-йога это такая серьезная штука, я не буду сильно вдаваться, но она называется медитацией в движении. То есть ты там в течение двух часов каждый день очень много всего делаешь на коврике. И в это время, да, действительно у тебя уходят эмоции, это тоже медитация. Но если бы человек, например, рассказывая свою историю, показывал, как он, не знаю, встает на голову или там делает наклоны, разные есть асаны в аштанга-йоге, разве бы вы считали, что это медитация? Нет, конечно, не считали, потому что есть тропа Lotus Position, в котором занимаются медитацией. Вот, а поэтому, когда медитируют, как правило, люди садятся в лотос. На самом деле эта позиция называется подмасана, и она бывает разных модификаций. Пишите в комментариях, какие еще моменты в Саше, например, вам интересно понять, чем это связано с мировой культурой, с сторителлингом. И, кстати, еще напишите, как вы думаете, на какую героиню из фильмов она похожа. Можно попробовать по общим признакам выявить какие-нибудь еще интересные тропы. Мне кажется, что это очень интересно, я вообще очень давно хотела этим заняться. Еще по поводу Саши Беляковой скажу, что я не очень ее люблю, она мне не очень импонирует. Именно потому что, ну, раньше я вообще не могла ее смотреть, сейчас стало немножко получше. И это, наверное, какое-то мое guilty pleasure, зайти в Инстаграм, посмотреть, что там случилось у Саши и у Косенко, или посмотреть про них разбор. И если это становится guilty pleasure, то такой же, как Дом-2 в какой-то степени, там топ-модель по-американски, холостяк, то, наверное, цель достигнута, наверное, конфликт в этой истории так хорош, что даже если человек вам не близок, вот, например, Митрош, мне близко, а Белякова нет, человек вам не близок, но вы все равно постоянно заходите и следите, а что там у него произошло. То, значит, история удалась, значит, история рассказана хорошо, потому что она вызывает в вас чувства. А главная задача любой истории вызвать в вас чувства. Вот, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы как можно больше людей увидели. Я не называю никого инфо-цыганами, у меня у самой есть курсы, и вообще инфо-цыганство это какая-то отдельная тема, про которую надо как-нибудь поговорить. Я очень многое понимаю из того, через что проходят крупные блогеры, потому что я сама через многое прошла, хоть и не в таком большом масштабе. У меня курс по сторителлингу есть, там я больше учу, как писать тексты, да, не снимать там видео, но там есть про все вот эти вот локации, персонажи и так далее. А еще у меня есть бесплатный файл топ-25 самых популярных тропов, его тоже можете скачать и можете записаться при запись к курсу про то, как анализировать кино и перекладывать тропы и приемы сторителлинга на свою диджитал-стратегию. То есть как быть гранулогерл и фешиониста осознанно, как использовать то, что используется в мировом кинематографе, в мировой культуре для своего кино, для своего личного кино, для своих сториз, для своего успеха. Вот. С вами была Таня Жакова, спасибо большое за внимание, до встречи в других видео. Ах, да, и пишите в комментариях, кого еще разобрать, про каких еще блогеров вот такое видео сделать. Я не так много кого смотрю, вот, в общем-то, кого перечислила в этом видео, того и смотрю. Но могу специально, наверное, кого-то посмотреть и разобрать, если будет интерес к этой рубрике. Вот она, видите, у меня такая новая. Ну все, до встречи! На самом деле про блогеров намного тяжелее снимать, чем про фильмы. Я уверена, что никакой О.С. Андерсон или Квентин Таратина не посмотрят мой обзор, а то, что вот блогеры найдут мой обзор, это намного более вероятно. Поэтому, наверное, я так долго тормозила и ничего такого не снимала. Но надеюсь, что все получится и надеюсь, что вам понравится.